Добрый день, дорогие друзья! И вновь перелистывая в памяти странички нашей истории, хочется вспомнить еще одну яркую встречу. Конечно, коллектив киноконцертного зала «Панорама» неустанно трудится над проектами и программами, которые были бы интересны вам, дорогие наши слушатели. Хотя иногда вспоминается высказывание Михаила Жванецкого «Сам придумал, сам сделал, сам будешь наказан за то, что сделал, не так». Конечно, это саркастично, и я надеюсь, это не про нас. Но если серьезно, мы искренне стремимся наполнить вашу жизнь добром и позитивом. Об одном из таких проектов и пойдет сегодня речь. Многим запомнился концерт, который объединил верхневолжских участников популярного шоу «Голос» и Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надеешься и жди. Несмотря на то, что отбор в голос проходит по стандартным правилам, нужно подать заявку, и если ваше выступление понравится членам жюри, то вы попадаете в проект. Мы все понимаем, что выступление должно быть ярким и запоминающимся, тем более, что и члены жюри формируются весьма серьезно. Накануне проекта собирается музыкальная дирекция Первого канала и определяет концепцию очередного тура «Голоса». Вообще формат телевизионного вокального шоу был инициирован голландским продюсером Джоном Демолем и стартовал в 2010 году. На сегодняшний же день «Голос» идет в более чем 50 странах мира. Справедливости ради нужно сказать, что именно российский «Голос» первым предложил сбор средств на благотворительность. Но вернемся к нашему проекту. Все верхневолжские участники шоу «Голос», солирующие на нашем концерте, дали интервью нашему каналу. Впечатления были совершенно различными. К моему удивлению, почти каждый акцентировал внимание на креслах. На которых сидят члены жюри. Нужно сказать, что кресла конструируются по специальным чертежам. Они жутко неудобны для наставников, но полностью соответствуют концепции проекта. Когда наставник сидит на кресле, он не может видеть то, что происходит на сцене. А на сцене происходит фейерверк эмоций. И своими впечатлениями о проекте делятся наши участники. Полина Грознова. «Голос дети». Как и в любом шоу, все знают, что в конце выявляется только один победитель. И, конечно же, борьба между людьми, детьми идет с самого начала. Все понимают то, что кто-то из нас выиграет или проиграет. На самом деле, я никогда не слышала, чтобы в нашей команде кто-то сказал, вот я выиграю, или я вообще сама так не говорила. Потому что все друг друга поддерживали. Для нас это было очень важно. Продолжаешь ли ты общаться со своими, с другими конкурсантами твоего проекта? Конечно, мы все равно списываемся. Даже когда мы живем в разных городах, мы все равно списываемся и общаемся. Есть ли у тебя опыт пения с настоящим живым оркестром? И что ты ожидаешь от этого концерта предстоящего? Я пела с оркестром на шоу «Голос». Мне безумно понравилось. Это был первый раз, когда я пела с оркестром. Совершенно другое ощущение. Не так, как я пою под фонограмму. Когда я вышла оттуда, где мы пели с оркестром, мне было не по себе, мне было непривычно. Но в то же время так круто. Живой звук — это всегда лучше, чем записанная фонограмма. Мою сеть, все ты послушай. Слезы поцелуем мои. И любовь твою в ладонях. Нарисую я тебя, твое сердце, я. А теперь своими впечатлениями делится Кирилл Суслов. Шоу «Голос». Это было для меня такое классное путешествие, где я получил, наверное, безграничный опыт. И я думаю, что это такой мой хороший шаг в дальнейшую профессиональную карьеру. Расскажи о своем наставнике. Что тебе дал этот опыт общения с Полиной Гагариной? Ну, прежде всего, я был вообще удивлен, когда я с ней познакомился, что она очень прям обычная, хорошая девушка, с которой просто мы общались, наверное, как вот, наверное, с подругой. Она очень легкая в общении, у нее хорошее чувство юмора. Как наставница, наверное, она со мной больше работала над образами, нежели вот какие-то, она мне подсказывала, вокальные дела, потому что у нас с ней разные направления. Она поет эстраду, я более классический певец. Поэтому у нас были такие с ней отношения уже по номерам. Мы делали прям вот номера. А с вокалом разбирался я со своим педагогом. А что ты ожидаешь от этого концерта? Вот все-таки оркестр один из лучших в мире, центральный военный оркестр. Ну, вообще, если честно, петь с оркестром – это вообще отдельная история. Во-первых, это совершенно другой кайф, когда ты находишься на одной волне с музыкантами, когда тебя чувствует дирижер, когда ты его чувствуешь, и получается совершенно другая музыка. Для меня это просто, во-первых, интересно. Это прям, это опять же опыт. Поэтому я думаю, что должно получиться все хорошо. Точнее, получится все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok И, наконец, наш мэтр. Голос 60+, Александр Евдокимов делится своими впечатлениями. Голос – это суперпроект, это праздник, это радость, это хорошее общение, это друзья, это очень замечательная атмосфера. Вот я могу только одним сказать – просто супер атмосфера, доброжелательная. Продолжаете ли вы общаться со своими, если можно так выразиться, соперниками? Да, продолжаем общаться, да. Ну, не так часто, но во всяком случае продолжаем. Вот с Николаем Агутиным, с папой Лёней Агутиным. Мы работали вместе в Москве. С Музалёва попросил у меня песню, я с удовольствием ей, да, моя песня есть в её репертуаре. Ну, ещё и с некоторыми другими участниками тоже поддерживаем, иногда перезваниваемся. Наставник, наставник Леонид Агутин, ну, его все знают, это замечательный музыкант, супер музыкант. И меня ещё больше удивляет даже не музыка его, а он пишет потрясающие стихи, просто потрясающие, мне очень нравятся они. Александр, вот то, что предстоит исполнять свои произведения с Центральным военным оркестром, как вы к этому относитесь? Ну, я, мне нет слов, конечно, я отношусь очень хорошо, потому что любой, каждый музыкант хотел бы с оркестром выступить, спеть. Вот я, у меня, к сожалению, такого опыта с оркестром очень мало, и поэтому я с нетерпением жду этого момента, когда я буду петь с таким замечательным оркестром. Я немножко о нём его видел и наслышан, и очень жду этой встречи с нетерпением. Вы правы, я святых имён не знал, но всё же я обзывал к тому, чьё имя не помянешь в суе. Любой глагол горит огнём, когда я слышу святость днём, кричу ему всем сердцем «Айлуйя!» Ну а мы искренне надеемся на новые встречи с этими талантливейшими артистами. А я хочу напомнить, что уже совсем скоро, 9 октября, на сцене киноконцертного зала «Панорама» состоится концерт популярнейшей рок-группы «Калинов мост». Звоните по телефону 300 033, заходите на наш сайт panorama.ru, будьте здоровы и счастливы. До новых встреч!